Раз, раз. Ну, начинаем. Здравствуйте, коллеги. Я хочу сразу извиниться, у меня не очень большой опыт публичных выступлений, поэтому я буду здесь так скромно у столика стоять, поглядывать свои шпаргалки. Разрешите представиться. Меня зовут Александр Епифанов, я представляю компанию Tao Technologies. О себе кратко. Я большую часть своей карьеры являюсь разработчиком в разных отраслях. В прошлой жизни, в общем-то, даже в геймдеве поучаствовал, но последние годы занимаюсь мобильной разработкой в рамках довольно крупных компаний. Последние три года я работал компании Motorola Solutions и Zebra Technologies. Мы разрабатывали решение для кроссплатформенной мобильной разработки. И сейчас вот я начинающий стартапер, мы вместе с моими коллегами основали компанию Tao Technologies, тоже предлагаем свое решение для кроссплатформенной разработки. Вообще, поднимите, пожалуйста, руку, кто вообще мобильной разработкой занимается и здесь присутствующих? А кто-то из трех поднявших руки занимается enterprise разработкой? Никто, да? Ну окей, тогда третьего вопроса не будет. Под предложениями для бизнеса я здесь в первую очередь подразумеваю не какие-то брендовые аппликухи, которые в Store выкладываются и так далее. Это в первую очередь то, что обеспечивает IT-инфраструктуру предприятия, то есть какие-то внутренние приложения. Речь идет об этом в основном. Ну окей, в чем проблема? Начнем с небольшого такого общего обзора. Во-первых, ну это не то чтобы проблема, это в общем-то такая предвестник проблемы. Всеобщая мобилизация, у всех есть уже смартфоны, все ходят в метро, книжки читают, для всего уже есть приложения у обычных людей. То же самое происходит в бизнесе, несколько более, бизнес это штука более инертная в этом плане, медленнее внедряется, но и там тоже мобилизация идет полным ходом. На второй квартал год к году к 14-му было продано 340 миллионов, по-моему, одних только смартфонов и рост составил за год 13 процентов. Это без учета планшетов и каких-то специализированных еще девайсов. Платформ, зоопарк, есть понятно лидеры, iOS, Android, отстает от них, WinMobile, WinFont точнее. Но есть еще более мелкие игроки, они тоже пытаются выходить на рынок и тоже, в общем-то, разработка под другие платформы, в общем-то, она востребована. Распределение рынка консюмерского примерно такое, что сейчас большинство за андроидом, за счет, сейчас его доля увеличивается, за счет того, что выходят на рынок много дешевых китайских устройств, Samsung тоже как бы такую ценовую политику держит, достаточно либеральную. Apple, он в премиальном сегменте и доля его немножко уменьшается в последнее время. Windows Phone пока отстает значительно. Ну вот я могу сказать, что у меня, например, Windows Phone аппарат, он вполне устраивает, считаю, вполне неплохой системой. Прочие занимают совершенно небольшой процент рынка. BlackBerry, который раньше был, куда-то исчез совершенно. Некоторые другие решения, которые как раз в этом маленьком квадратике, в маленьком секторе, это Sales Fish, система от компании JOLA, это выходцы из Nokia, проект основан на MyAmo, MiGo, Tizen от Samsung, от того же, который частично обещают, что будет Android совместим. Кстати, вот у нас, может быть, наверное, слышали в последнее время, были новости о том, что планируется разработка отечественной мобильно-операционной системы. У нас есть некоторый инсайт на эту тему, что как раз Sales Fish и Tizen, они рассматриваются как кандидаты на роль, на базу для этой мобильной ОС. Впрочем, есть некоторая специфика и процессы, происходящие в министерствах и ведомствах, поэтому это немножко сейчас притормозилось. Ну, плюс есть веб-решения, такие как Firefox Source, или специализированные системы, которые могут работать на каких-то встраиваемых системах, на оборудовании, предоставляемым каким-то конкретным вендором, например, вот на телевизорах от LG, LG WebOS, есть такое решение, можно создавать HTML-приложение под нее. Ну, и у других, в общем-то, производителей аналогичные решения тоже присутствуют. В чем, собственно, сложности, проблемы. Если вам нужно разработать какое-то приложение под несколько платформ одновременно, даже если это всего лишь iOS и Android популярные, но это достаточно сложно, поскольку у каждой платформы есть свой достаточно продвинутый toolchain, какие-то, ну, в общем, весь pipeline разработки, он эксклюзивен, во-первых, для каждой платформы, и он требует изучения от разработчика. Опять же, используются достаточно мощные языки, которые, в общем, требуют тоже определенной квалификации. Кроме того, если у вас много платформ, вам нужно под все это отдизайнить приложение, закодировать, отладить, оттестировать. Это долгий тоже достаточно процесс, особенно учитывая, что даже в рамках одной платформы существует много устройств с различными разрешениями, есть различные версии платформ, одной и той же даже платформы. Это все, в общем-то, влияет, это надо все проверять и тестировать. И поскольку это сложно и долго, это влияет на стоимость разработки достаточно существенно. Если мы разрабатываем вот несколько приложений, это приходится держать отделы разработчиков под каждую платформу, оплатите много денег. И, в общем-то, вот такие проблемы. Ну, хотя бы вот для примера набор самой кратенькой технологий, в которых должен ориентироваться один там или несколько ваших мобильных разработчиков, все это требует такого вдумчивого подхода. И это языки, это какие-то платформы. Если вы под натив, под Android что-то пишете, это GNI, который, в общем-то, неприятная достаточно штука. Плюс специфичные тулы для разработки юзер-интерфейса, тоже у каждого свои какие-то особенности компиляторов, которые тоже редко, но иногда приходится учитывать. И, ко всему прочему, определенная специфика именно для разработки в Enterprise. Ну, во-первых, здесь распределение немножко другое, чем в потребительском сегменте. А здесь… Ну, этих цифрок не было. Ну, ладно. Здесь лидирует как раз-таки iOS. Ябл девайсы все-таки больше используется в бизнесе, но вот за последний, по-моему, тоже квартал доля iOS также сокращается с 72, по-моему, до 64%. И вот опять-таки за счет новых того, что Android массированно пытается захватывать рынок, он тоже увеличивает свою долю и в Enterprise также. И, скорее всего, он, в общем-то, будет в среднесрочной перспективе лидирующей платформой в течение там нескольких лет. Какая-то часть есть у BlackBerry, но тоже уже достаточно небольшая. Еще есть специфический момент. Вот предыдущая картинка, она была про именно консюмерские девайсы, которые используются в бизнесе, но есть еще специализированные промышленные enterprise-устройства, которые используются на складах, на погрузчиках каких-то складских, например, какие-то кастомные баркод-сканеры. И там очень много legacy-устройств еще на Windows Mobile и Windows CE. То есть можно сказать, может быть, кто-то думает, что это уже не актуально, что это старье уже никто не производит. Нет, это не так. Очень большая сейчас доля именно специализированных устройств именно на WinMobile и WinCE. Причем выходят новые устройства уже на достаточно мощном железе. Но Android, в общем-то, он и здесь, скорее всего, займет. Но, опять же, учитывая инертность бизнеса, это потребует достаточно достаточно большого времени. Вот примеры некоторых этих устройств. Какие-то вот сканеры, ридеры. Рагет такие планшеты есть большие. Они, кстати, могут быть даже не только на мобильных платформах. Есть Windows. На Windows прямо на XP работает, на Windows Embedded. Там очень много legacy-кода. Если Android используется, то, может быть, могут вполне использоваться какие-то старые версии, вторые еще. Потому что, опять же, производители та же Motorola, например, она сейчас еще, точнее, уже не Motorola, уже Zebra Technologies. Она свои девайсы вот только-только еще, ну, не так давно на 4-й Android перевела. Не знаю, 5-й у них есть в планах. Наверное, есть. И требуется, опять же, поддерживать всю функциональность вот эту нестандартную, которая есть, есть специфические SDK для таких устройств нативные. Много legacy-кода, который требуется либо сопровождать, либо переносить уже на более современной платформе. Ну и в рамках Enterprise нельзя рассматривать просто мобильное приложение, поскольку это обычно сложная достаточно система со своими какими-то, как правило, бэкэнд-сервисами, которым уже предоставляется доступ либо через веб, в базе данных, чему угодно, либо через веб, либо через настольное приложение, наверное, уже меньше. Конечно, сейчас на дисктопе в основном все в вебе. Ну и либо мобильное приложение, опять же, либо через аппликейшн, либо через браузер имеет доступ. И поэтому нужно рассматривать мобильные интерпрайз-приложения именно в контексте вот этой системы, что все там, это непросто. Требуется обеспечить доступ к бэкэнду какому-то, это может быть что угодно. Ну, у нас вот на отечественном рынке 1С, парус в госструктурах, например, используется, SAP, Oracle, что угодно это может быть. Решение есть, это либо непосредственно какие-то SDK для конкретного бэкэнда, либо сейчас есть такая тоже модная аббревиатура Mobile Backend as a Service, MBAS называется. В общем-то, уже такие решения были и до того, как появилась эта аббревиатура. У себя это представляет некое middleware, оно может и в облаке быть, или в корпоративной сети, которое предоставляет некий общий интерфейс для мобильного приложения. С одной стороны, с другой стороны, из него торчат адаптеры к каждому конкретному бэкэнду. Такие решения предлагаются либо комплексно в рамках какой-то системы разработки, либо, может быть, по отдельности. Тоже сейчас очень такая модная штука, BIOD, это когда можно принести свое устройство на работу. Мне сказали, сейчас вернется. Когда можно принести свое устройство на работу, поставить туда ваше интерпрайс-приложение или VPN-профиль, входить в корпоративные ресурсы. Это удобно для сотрудников, это удобно, в принципе, для компаний, поскольку не нужно закупать свои какие-то отдельные девайсы для того, чтобы обеспечивать сотрудников. Но при этом важен момент безопасности, поскольку даже какие-то непредумышленные действия, вирус на телефоне, что угодно, может привести к проблемам. И для этого вот есть второе слово из трех букв, это MDM, Mobile Device Management. Это то, что поддерживается, в общем-то, сейчас на уровне платформ. На Android, я знаю, поддерживается, на iOS я, собственно, сам поддержкой занимался. Одного из MDM-решений в нашей платформе. Это просто некий набор профилей, как правило, сертификатов для доступа, что-то, что ограничивает функциональность приложений, либо дает возможность выхода только определенным приложениям в VPN-компании. То есть у вас есть ваши обычные приложения, которыми вы пользуетесь, ходите с ними в интернет, но когда вы запускаете, допустим, корпоративную почту, автоматически подключается VPN-профиль, и почту вы уже читаете через VPN-соединение. Приятный момент такой для разработчиков в том, что не такие строгие для внутренних приложений требования к дизайну, не надо следовать гайдлайнам. Может быть, это Артемия Лебедева огорчило бы, но, скажем так, для бизнеса важнее ехать, а не шашечки. Ну, по крайней мере, тут есть возможность такого поиска компромисса, когда можно и сделать и красиво, и функционально, либо пожертвовать какой-то частью и более быстрее вывести на продукт в дело. Некоторые примеры мобильных приложений, которые могут быть использованы, реализованы. Это складской учет, управление оборудованием, какой-то, может быть, мониторинг датчиков в рамках Internet of Things. У вас могут быть какие-то температурные датчики, освещение, что угодно. Вы это можете смотреть прямо на экране своего планшета, регулировать. Тоже удобно. Ритейл-сектор, то есть это может быть каталог товаров, например, с возможностью сканирования бар-кода. У вас есть товары, клиент подошел к прилавку, просканировал два бар-кода и может, например, сравнить два товара. Очень быстро и удобно. CRM, ERP, почта, файлы, секьюрный месседжинг – вот это все, что может быть востребовано. Мобильное рабочее место, ну, не обязательно руководителя, но про рабочее место руководителя – это такой немножко отдельный разговор, поскольку там 90% – это iPad, и там даже, можно сказать, что кроссплатформенность там менее востребована, можно, в общем-то, сделать просто нативное приложение на iPad, и это будет директору красиво и приятно и удобно. Там как-то вот можно, наверное, пожертвовать удобством разработки. Что хорошо и плохо в enterprise-разработке мобильного разработчика? Ну, во-первых, я уже сказал, нету требований к юзер-экспириенсу жестких, то, что когда вы выкладываете приложение в App Store или в Google Play, понятно, что там нужно следовать каким-то гайдлайнам, если вы хотите, чтобы приложение поднялось там в топ. И, соответственно, опять же, нет необходимости распространять через App Store это приложение. Плохо то, что есть парк нестандартных, непонятных устройств, которые нужно поддерживать, требования к безопасности и сложности взаимодействия с бэкэндом. Какие есть проблемы у системных интеграторов? Мы общались тоже, к нам подходили, говорили, что вот к нам приходит устройство, непонятно, что с ними делать. Потому что тоже какие-то специфичные СДК, какие-то вещи, которые не всегда в рамках их компетенции они могут их поддержать, ну, по крайней мере, быстро и просто. У интеграторов нет возможности какой-то гибкого выбора платформы, потому что они должны поддерживать тот парк, что уже имеется. Любое что угодно. Тут те же специализированные устройства. И сказать, что нет, мы будем разрабатывать только под Android, потому что это сейчас все так делают, ну, нет такой у них возможности. И вот поэтому для поддержки вот таких нестандартных вещей может какой-то третий игрок прийти, который предлагает услуги именно для помощи интеграторам, которые представляют какой-то middleware для поддержки подобных вещей. Какие тренды сейчас вот некоторые присутствуют на мобайл-энтерпрайз-рынке? Мобильность приходит на смену облакам. Это не в том смысле, что раньше были облака, а сейчас будет мобайл. Это в том смысле, что потенциал мобильной разработки, он, в общем-то, сейчас такой же, как был в свое время, ну, и сейчас тоже у клауд-сервисов. Это то, о чем сейчас все начинают говорить, пока только начинают. И вот по оценке венчурного фонда Emergence Capital Partners, они вот оценивают 100 миллиардов долларов потенциал рынка в интерпрайз-разработке. Ну, цифра, не знаю, насколько соответствует действительности, но, по крайней мере, тренд, он очевиден. Действительно, мобильная разработка набирает популярность. Компании в течение ближайших пяти лет удвоят, опять же, по аналитическим прогнозам, свои бюджеты на мобильную разработку. Будут повсеместно внедряться рабочие места. HTML5 побеждает в этом сегменте. И, в общем-то, можно сказать, что он уже победил. Вот Гартнер пишет, что в 2015 году 90% enterprise applications это либо чисто HTML, либо гибридные приложения. То есть нативных всего 10%. И, опять же, не совсем имеющие прямое отношение именно к мобильной разработке, но вот Internet of Things – это тоже очень набирающая сейчас обороты тема, которая… Ну, это значит, что любая железка у вас будет ходить в интернет, в облако, в ваш холодильник, пылесос, либо в случае с предприятиями это могут быть какие-то датчики. Время уже. Какие-то датчики, что угодно. То есть мобильное устройство здесь может выступать в качестве, например, хаба, если, например, нет возможности непосредственного выхода какого-то датчика, например, в интернет, пожалуйста, через Bluetooth, через NFC можно иметь какой-то в реальном времени мониторинг, отправлять это в облако, либо, наоборот, мобильное устройство может выступать клиентом для облачных сервисов и мониторить это как-то. Вот такое тоже, в общем, очень набирающее обороты направление. Ну, и вот тоже по отчету Гартнер такая важная мысль, на мой взгляд, о том, что к концу 2017 года потребность рынка, спрос на мобильные интерпрайз-приложения будет расти в пять раз быстрее внутреннего capacity. Это значит, что будут появляться новые игроки, новые решения, упрощаться будут решения. Возможно, будут даже аналитики разрабатывать приложения, а не программисты, за счет того, что аналитики лучше забираются в предметные области, и инструменты будут упрощаться. То есть сейчас уже есть решения, которые data-oriented, которые просто на основе модели данных могут сгенерировать все взаимодействие с бэкэндом, и хранение локальное на устройстве, и даже какой-то юзер-интерфейс. Какие сейчас есть основные подходы для разработки кроссплатформенной под мобильные устройства? Ну, окей. Я тут хочу сказать сразу, что мы не против нативной разработки, когда она нужна. То есть это действительно, она может быть востребована, особенно если вы делаете какое-то топ-приложение, которое вы хотите вывести в App Store, вам лучше сделать отдельно для iOS, отдельно для Android, использовать все фичи, которые есть. Это будет, наверное, лучше. Но если мы хотим обеспечить какой-то бизнес-процесс внутри предприятия, то использование сложных технологий, дорогих специалистов, то, что у нас много платформ, и фрагментация внутри этих платформ, она выливается в достаточно дорогостоящие решения. Какие сейчас есть подходы? Самое простое – это веб-приложения, нативные кроссплатформенные решения, то есть не именно нативные приложения, когда вы пишете, а кроссплатформенные решения, которые генерируют нативный код. И гибридные приложения, совмещающие что-то среднее между нативными и веб-фреймворками. Ну, веб-приложения – самое простое. У вас уже есть сайт, вы хотите дополнить доступ к вашим сервисам с помощью мобильного приложения. Приложение работает в обычном штатном браузере, и функциональность в браузере выглядит как приложение, то есть в обертке от приложения. Вы не через Safari в него заходите, а нажимаете кнопочку на холмскрене. И аналогичная функциональность, аналогичная функциональность сайта. Плюсы подхода – это просто, это переносимо, более или менее, ну, более скорее, чем менее. Можно частично использовать код вашего сайта, если он у вас уже есть. Может делать веб-девелопер. И если у вас есть пользователи, это для них будет привычно. Что плохо? Нет функциональности устройства, вы не можете получать какие-то фотографии делать, сканировать бар-коды, в сеть ходить, как хотите. Не нативный UX, то есть у вас весь юзер-интерфейс – это HTML, там нету нативных компонентов, то есть не будет красиво так же, как на обычном приложении. Всегда нужна сеть, производительность, связанная с быстродействием JavaScript, и если разные браузеры, может иногда по-разному немножко рендериться интерфейс. Нативные фреймворки – это то, что предоставляет, как правило, один язык для разработки, у него свой оригинальный toolchain, это может быть, например, виртуальная машина, перекомпиляция кода, и свой API для разработки UI и доступа к функциональности. Хорошо здесь то, что есть доступ к функциям устройства, используются нативные UI-компоненты, и хорошая производительность на уровне, в общем-то, обычных приложений. Плохо то, что требуется, опять же, обучение, каждое решение уникально, нужно свой toolchain, его нужно изучать, нужно изучать API. И если вам какое-то решение не понравилось, вам будет сложно переходить на какой-то другой аналог. Гибридные приложения совмещают два подхода. Интерфейс реализован на HTML, JavaScript, API реализована на нативных, нативно для каждой платформы отдельно. Использоваться может как обычный WebView-компонент, так можно тащить с собой веб-движок отдельный. Это нужно для обеспечения совместимости в некоторых случаях, например, на тех же WinCE-девайсах могут, там, интернет-эксплорер, поэтому много чего не работает, поэтому проще портировать веб-кит и тащить с собой веб-кит прямо в приложении. Ну, доступ к функциональности, он от конкретного решения зависит, в общем-то, так же, как и у гибридных продуктов, так же, как и у нативных продуктов. Здесь хорошо, что используются широко используемые технологии, то есть это тот же HTML, JavaScript, то, что уже все знают, все умеют, доступ к функциональности устройства, так же, как и у нативных приложений. Если вам чего-то не хватает, вы можете нативно реализовать, либо заутсорсить, либо своими силами реализовать нативную функциональность. Это позволяет механизмы нативных расширений. Всю обеспечение совместимости берет на себя вендор, поставщик такого решения, то есть вам не нужно думать о каких-то проблемах с разными девайсами. Один и тот же, вы написали приложение на фонгапе, не понравилось, вы тот же код используете в любом другом решении, он будет работать. Потому что это обычный JavaScript, обычный HTML, тоже то самое, что пишут все веб-разработчики. Проблема, что не нативный интерфейс, используются веб-компоненты, хотя есть возможность использовать меню, например, на Андроиде, еще что-то, какие-то тулбары, это достаточно ограничено. И если у нас чисто в браузере только работает решение, то могут быть опять же такие же проблемы с производительностью, как и в веб-приложениях. Но это обходится. Вот некоторые примеры платформа разных. Они на далеко не полный список, их очень много, и я сейчас быстро пробегусь по решениям, которые есть. Во-первых, Самарин известный, это нативное решение. Если у вас в .NET разработчики есть, это хорошо для них, это будет привычно. Можно делать практически нативный look and feel за счет того, что отдельно для iOS, отдельно для Android разрабатывается интерфейс. У них есть облачные сервисы, предоставляющие тестирование. И лицензионная политика у них per platform, per developer. То есть вы можете выбирать, платить только за те платформы, на которых вы разрабатываете. Если вам не нужен Windows Phone, вы за него не платите. Абселератор – довольно известное решение, один из пионеров. У него обширная комьюнити. Это компилируемый JavaScript, то есть не то же самое, что веб-приложения. И они предоставляют достаточно удобные облачные сервисы. Open-source решение. PhoneGap известный, но это уже гибридное решение. Это де-факто стандарт, очень большое количество разработчиков, большое количество плагинов, большое комьюнити. Open-source решение, но у них нет поддержки каких-то enterprise вещей. KONI Enterprise решение, оно, в общем-то, по отчетам Гартнера, одно из самых продвинутых для enterprise разработки, хотя и довольно дорогостоящая, предоставляет полный цикл и много облачных сервисов. Платформа RoMobile, как раз то, чем мы занимались, это решение, фокусирующееся на enterprise, но у RoMobile поддерживается только устройство Zebra из промышленных. Используется оригинальная архитектура, можно использовать Ruby, это дает, контроллеры на Ruby работают в отдельном потоке, это решает проблемы с производительностью. Есть облачные сервисы, есть сборка в облаках, есть решение по синхронизации данных с бэк-эндами встроенная и большое API. И наше решение, которое Tau Technologies предлагает, это for Chrome Mobile, то есть все, что относится к Chrome Mobile, относится и к Tau Platform. У нас вся разработка здесь, в Питере, отечественная команда. Мы полностью open source, мы поддерживаем все промышленные девайсы на Windows CE, Windows Mobile, планируем улучшать производительность за счет разработки JavaScript контроллеров, то есть у нас код JavaScript будет работать, код логики будет работать в отдельном потоке вот юзер-интерфейса и развяжет проблемы с производительностью. И мы уже поддержали последний iOS и Android. Сейчас кратенько. Почему мы в итоге считаем, что гибридные решения и веб-технологии на них, они наиболее оптимальны для интерпрайз-разработки. Во-первых, огромный популярный JavaScript. Его можно любить, можно не любить, но большое количество разработчиков веб-технологии сейчас в школе учат, все его знают. Это просто. Вы можете держать меньше штат, потому что у вас на все платформы будет один код, он будет проще. Разработчики JavaScript, они менее дорогостоящие, чем крутые нативные Objective-C, Java-специалисты. И можно быстро обучить, в общем-то, если у вас уже есть свой веб-отдел, вы можете быстрее их обучить. В общем-то, всего лишь степ-технологии, это HTML, JavaScript и CSS. Переносимость, тем более, особенно если мы тащим с собой веб-движок отдельный, это позволяет добиться идентичной функциональности на всех платформах. Проблема ненативного UX решается тем, что сейчас уже есть мощные JavaScript-библиотеки, Sancho Touch, JQuery Mobile, AngularJS, любую другую можно использовать, и они, в общем-то, уже предоставляют очень удобные, практически, ну, не нативные, конечно, но очень удобные юзабилити можно на них реализовать. Опять же, веб-разработчики в этом разбираются, они это знают. И поскольку железо сейчас становится все более мощным, тут проблемы с производительностью, они уже менее актуальны. Облачные сервисы, которые могут предлагаться в рамках таких решений, это сборка в облаках, то есть вам не нужно, например, держать MacBook для того, чтобы собираться для iOS синхронизации с бэкэндом, деплой приложений может быть через облако внутрикорпоративный, тестирование, вот у Xamarin есть удобный сервис, ну, и какая-то аналитика может собираться, это некоторые вот из сервисов, которые могут предлагаться. Полный доступ к устройствам, к функциям устройства дается, то, что не входит в базовый комплект, можно реализовать самостоятельно либо заутсорсить. И в итоге у нас получается меньше кодбейс, можно использовать своих разработчиков, везде, приложение будет везде работать, если у вас есть веб-приложение, его можно расширить за счет добавления функциональности устройства, и за счет того, что вы можете переходить гибко между различными решениями, у вас снижаются риски на разработку, что-то не понравилось, что-то не пошло, вы тот же код используете в других решениях. Я, наверное, 25 минут. За счет этого вы сокращаете издержки. Вот поэтому мы считаем, что в Enterprise гибридные приложения за ними, если не будущее, но, по крайней мере, значительный успех. Пожалуйста, ваши вопросы. коллега рассказывал про React Native. Комментируйте, не знаю, сравнение. Сравнение, смотрите, React Native, он, в принципе, похож на Абселератор. В чем разница? Да, вы пишете на JavaScript, в общем-то, это такая, могут, те, кто знают JavaScript, могут на нем писать, но это не веб-код, это вы не пишете, как для сайта, все равно там свое API, свой интерфейс, во-первых, этому надо учиться, во-вторых, вы с этого не сможете мигрировать так просто. Ну, и в-третьих, они еще только появились, там вот есть проблемы с функциональностью какой-то под Android, не все еще реализовано, то есть тут как бы надо смотреть, как оно будет развиваться, а именно WebStack классический, он уже давно есть, это то, что уже есть, и это есть давно, и это все знают. Спасибо за доклад. Мне хотелось бы, чтобы вы подвели такое резюме вот в двух словах, что использовать для компании, которые нужны, значит, мобильное приложение, компании, которая разрабатывает мобильное приложение, и, собственно, куда податься разработчику, чтобы быть, ну, востребованным на этом рынке. Ну, смотрите, инструмент должен, быть адекватен задачи, да, то есть, в общем, если вы разрабатываете консюмерское приложение, берите нативный фреймворк, либо разрабатывайте нативно, у вас будет красивое приложение, вы будете использовать все фичи устройства. если вы... Чтобы что было? Для чего? От задачи зависят. А, вы имеете в виду, какое конкретное решение я бы выбрал? Слушайте, ну, не знаю, мне сложно сказать. Мне вот Ксамарин, например, понравился. Ну, ему удобно пользоваться, но для этого, там, вы Дотнет должны знать, да, например. Не знаю, я, может быть, выбрал бы вообще просто нативное приложение писать, если бы мне нужно было в App Store выходить. Но если мне нужно реализовать какие-то бизнес-процессы в рамках предприятия, то лучше, конечно, использовать технологии кроссплатформенные, которые, за счет которых, как бы, можно сократить издержки. То есть, я не как разработчик бы это выбрал, а как руководитель IT. Вот. И это, учитывая тренды, опять же, это перспективно. То есть, я бы выбрал гибридное решение для Enterprise Mobile. М? Это можно понять. Вот. Такой вопрос. Вы рассказывали, что в Enterprise сейчас backend от фронт-энда отделяется, доступ через веб. Вот. Например, Enterprise, они считают, что фронт-энд выглядит старо, пора его переписывать. Сейчас какой вариант скорее выберет, то, что вот backend мы не трогаем, перепишем фронт-энд, или вот мы сыровый Enterprise, мы все выкинем, напишем заново? Не очень понял вопрос, честно говоря. То есть, Enterprise он энерти, уже Enterprise разработка пришла к тому, что будет, например, меняться только фронт-энд, или вот все еще целиком продукт заказывают, меняем все. Нет, вот есть, пожалуйста, баз решения, когда у вас backend, он через единый интерфейс предоставляется, и вы можете независимо реализовывать как бы фронт-энд от бэкэнда, то есть, там, то есть, фронт-энд, пара, поменяйте. Меняйте, в чем проблема. Вы не считаете, еще кто-то, они могут сейчас как-то, что докажут сейчас? Только фронт-энд? То и другое. Как бы бизнес, он большой, как бы, и у всех свои потребности. То есть, тут сложно сказать, что конкретно сейчас происходит. Везде разное происходит.